Здравствуйте, дорогие мои рукодельницы! С вами снова я, Татьяна Киселёва, и вы на канале Вышивка лентами Мастер-классы для начинающих. И сегодня я снова хочу вам предложить рассмотреть ещё один способ, как вышить вот такую замечательную розочку. Я её уже попробовала вышить. Что-то подобное я уже вам рассказывала, когда я использовала вот ленточки в 25 мм шириной. Это вот на одном из мастер-классов мы уже разобрали такой, примерно такой способ. Но в принципе принцип тут будет почти такой же. Разница только в том, что сегодня я буду использовать ленточки шириной 5 см. Вот мы и рассмотрим, а как же получить вот такой красивый цветок, используя ленточку 5 см. Что мне сегодня понадобится? Ну, конечно же, лента 5 см. И я сегодня взяла ленточку, вот немножко такую гофрированную. Если у вас нет такой ленточки, то ничего страшного, можно делать просто из простой вот такой ленточки в 5 см. Ну, а если кто-то всё же хочет научиться делать вот такие гофрированные ленточки, вот такие, вот такие, то есть разные, то я расскажу об этом в одном из своих следующих мастер-классах. Ну, а сегодня мы делаем вот такой цветочек розочку. Что ещё мне понадобится? За основу я сегодня снова взяла джинсов. Понадобятся обязательно швейные нитки. И причём вот я пришла к выводу, что вот в таких случаях, как сегодня, когда мы будем лепесточки собирать с помощью швейной нитки, нужно брать нитки покрепче. И вот у меня сегодня сотка такие нитки мне попались в магазине, я купила. Мне вот больше ими понравилось. Почему? Потому что они крепче. И когда стягиваешь, а там нужно будет стягивать вот то, что мы наметаем, то нитка не рвётся и меньше путается. Вот этим они мне больше понравились. Сегодня понадобится свеча, ну, естественно, зажигалка, нитки, иголки. Ну, и также я сегодня буду использовать гофрированную ленточку шириной 25 миллиметров зелёного цвета. Итак, с чего я начну? Конечно, сначала нам нужно заготовить лепесточки. Как это делать? Я вот уже сразу край обработала, прежде чем даже заготавливать листочки. Почему? Потому что край ленты начинает осыпаться. И теперь я нарежу произвольно вот такие небольшие кусочки, вот такие, примерно шириной, ну, где-то тут сантиметра три на глазочек. Можно себе, конечно, вырезать шаблончик из картона. И вот так прикладывая шаблончик, как я сейчас ленточку вот эту, нарезать вот таких заготовочек. Далее, что сделать нужно будет? Так же, как мы делали с ленточкой в 25 миллиметров. Там, если вы помните, мы вот так в длину нарезали ленточку. И края вот так вот обрезали. Здесь мы будем делать, ну, почти то же самое, только ленточку мы вот так будем нарезать. Теперь, так же аккуратненько нужно закруглить уголочки вот на одной стороне, на одной детали. То же самое мы сделаем на другой детали. Я не буду много делать, потому что я уже заготовила, вот, заготовила уже лепесточки. И моя задача вам сейчас только показать, как сделать такие лепесточки. Лепесточков понадобится много. Ну, примерно как? На первый ряд я брала 7 штук, на второй 5. И в серединку, в зависимости от того, какую вы хотите получить серединку, можно взять либо 3 лепесточка, либо 4. И вот далее с помощью свечи я пришла к выводу, что гофрированную ленточку удобнее обрабатывать на свече, потому что ее нужно расправлять. И теперь сначала обязательно нужно обработать вот этот нижний край. И причем его обработать нужно очень хорошо. Вот чтобы, когда мы будем вот тут вот потом прошивать, чтобы он ни в коем случае не начал осыпаться. И далее поворачиваем и обрабатываем верхний край. Края вот так. То есть здесь вот ничего сложного. Это мы уже умеем делать. Я не раз показывала. Теперь беру я за краешек и мне нужно, чтобы мой лепесточек вот так вот изгибался. Вот такой вот лепесточек получился. Ну и показываю еще раз. Этот край я уже говорила, я заранее обработала, пока у меня ленточка была. И теперь обрабатываю вверх. И точно так же держу немножко на свече, чтобы края вот так подзагнулись. И пока ленточка горячая, то можно еще помогать себе руками загибать ее. Ну, это я показала вам из гофрированной. Если у вас нет гофрированной ленточки, а есть вот просто простая, делаем тоже то же самое. Так же нарезаем кусочки ленточки шириной примерно 3 сантиметра. Вернее, получится не шириной, а длиной. Ширина у нас получится вот 5 сантиметров, которая есть на ленточке, а длина будет уже 3. И точно так же сначала обработайте низ. Вот даже перед тем, как вырезать вверх, я бы рекомендовала сначала обработать низ, потому что, бойсты ленточки сыпаться. И затем точно так же обрезаете края, закругляете на одной и на второй. Делаем то же самое. И точно так же, точно так же обрабатываем на свече. То есть низ я уже обработала. И теперь верхний край я обрабатываю. Сначала край. И затем так же держу над свечой. И стараюсь, чтобы мои края загнулись. Вот они загнулись. Вот такой вот лепесточек получился. И со вторым я делаю то же самое. Обрабатываю края. И держу над свечой, чтобы у меня край ленточки загнулся. Все. Вот так. И потом, вот точно так же, как я сейчас буду собирать лепесточки с гофрированной ленточки, точно так же потом вот такие лепесточки нужно собирать. Я эти пока в сторону отложу. И когда вот такие простые вы соберете, вот я уже одну для образца собрала, одно колечко, вот такая красота у вас получится. Итак, как такую красоту получить? Беру иголочку с ниточкой. Я уже нижний, вот здесь у меня, вот здесь у меня три, как сказать, ну три круга что ли. Один. Нижний вот круг лепесточков, вот я их в кольцо собрала. Он состоит из семи лепесточков. Затем следующий вот круг такой тоже я собрала, или кольцо, правильнее сказать, из лепесточков. Тут у меня пять лепесточков. И в центре вот здесь я делала три. И вот нижний я уже подготовила заранее, вот я собрала. Вот так вот он у меня выглядит. То есть вот здесь у меня семь лепесточков. Точно так же я сейчас соберу. И второй круг. Беру лепесточек, к нему снизу подкладываю другой. То есть накладываю вот один лепесточек на другой. И начинаю собирать. Причем на что хочу обратить внимание. Вот когда начнете вот эту намёточку, то вот с краю я бы рекомендовала отступить примерно сантиметр. Для чего? Для того, что когда кольцо мы соединим, чтобы мы могли, ну, либо на него, либо под него подложить лепесточек и прошить, чтобы вот этот тоже подшился край. Поэтому я отступаю один сантиметр и начинаю прошивать иголочкой. И вот этот нижний, вот этот, посмотрите, я примерно вот на сантиметр его туда сдвинула под вот этот крайний лепесточек. И продолжаю намётывать. То есть здесь сейчас мне нужно взять пять лепесточков. Далее я беру следующий и я под него тоже примерно на сантиметр вот подкладываю и продолжаю прошивать, захватывая оба лепесточка. Далее ещё один. Это вот у меня уже четвёртый лепесточек идёт. Опять я их вместе захватываю. Вот здесь лично для меня удобнее было взять вот эту иголочку, которую я сейчас прошиваю, подлиннее. Вот я сначала брала обыкновенные коротенькие иголочки, не совсем удобно. Поэтому я сейчас взяла иголочку подлиннее. И пятый лепесточек я подложила. Прошиваю. Прошиваю я опять же, вот смотрите, не до конца. И я теперь соединю вот эти лепесточки все в кольцо. Вот посмотрите, я накладываю как раз вот на то место, где я оставила, где я не прошивала, чтобы мне было удобнее стянуть потом это кольцо. И теперь я заканчиваю прошивать вот этот край нижней моих лепесточков. Вот такое кольцо из лепесточков у меня получилось. Теперь мне нужно стянуть это кольцо. Так. И расправить все лепесточки. Вот так. Здесь смотрите, как вам будет удобно, как красиво вернее, чтобы получилось. Еще немножечко я подтяну. Ну вот так. Будет, наверное, достаточно. И теперь край вот этот нужно ну зафиксировать, чтобы у нас теперь вот эта наметка не растянулась назад, чтобы она вот такая и сохранилась, как мы сделали. Итак, у меня теперь уже два круга. Один я заранее, или два кольца, давайте будем говорить так. Один я уже заранее приготовила. И вот я приготовила еще один. Что мне теперь с ними делать? Эту иголочку я здесь подколю. Теперь я беру свою основу. И для себя я должна выбрать, а где же у меня будет располагаться мой цветочек. Ну вот, примерно вот здесь в центре я хочу его расположить. И здесь я вот такой вот небольшой кружочек нарисую. Вот здесь должен расположиться мой цветочек. Беру я теперь вот это вот это кольцо и укладываю вот на мой намеченный кружочек. И теперь я это кольцо из лепесточков должна пришить к моей основе со всех сторон. Такими вот коротенькими стежочками но нужно пришить так, чтобы наше кольцо пришилось ну хорошо, прочно. Хорошо подтягиваем ниточки. И вот уже заметите, когда вы будете пришивать, то вот лепесточки начинают как-то приподниматься. Такую как бы пышность создают по всему кругу. Я его хорошо пришиваю. Вот все. Одно кольцо из лепесточков я пришила. И уже посмотрите сразу вот гофрировка все равно вот дает что-то такое какую-то пышность лепесточков. Вот они уже сразу начинают вот так приподниматься. вот такое вот колечко. Такой вот красивый ряд у меня получился. Далее беру следующий внутрь еще одно колечко я должна пришить. Здесь смотрите как лучше вам расположить. Желательно конечно чтобы листочки расположились вот в шахматном примерно порядке. Ну смотрите сами. Укладывайте так чтобы все же это было в конце концов красиво. И то же самое мы делаем с этим кольцом. То есть по кругу такими мелкими стежочками я сейчас пришью и это колечко. То есть дальше получается ну практически то же самое что мы делали вот на прошлом в прошлом видео когда делали розочку из ленточки в 25 миллиметров. То есть здесь вот то же самое что там мы одно кольцо пришивали потом другое. Можно конечно попробовать заранее сначала сшить вместе два кольца и потом просто вот уже вот эти сшитые два кольца вместе подшить к основе. ну вот я решила по отдельности каждое колечко подшить вот такой вот посмотрите какой пышный уже такой раскрывшийся цветочек получается. Ну и теперь для моего цветочка мне нужно сделать серединку. Для срединки я возьму сегодня мне хочется чтобы она более пышная была и я пожалуй сегодня возьму четыре лепесточка четыре возьму лепесточка и точно так же я и прошью. Но я сейчас начну прошивать прямо от самого края. Вот здесь я буду делать не колечко потом а я их буду лепесточки потом скручивать примерно так как мы делаем скрученную розочку. Также я подкладываю лепесточек под первый продолжаю я шить дальше и последний четвертый я подставляю лепесточек вернее подкладываю лепесточек под нижний под крайний вот этот и прошиваю до конца. Теперь я вот так соберу но в кольцо я собирать не буду вот я просто наборила и край я сейчас вот этой сборки зафиксирую именно вот такая сборка у меня осталась я вот здесь зафиксирую и пожалуй прямо с этой стороны где у меня ниточка тут в принципе не важно с какой стороны теперь что я делаю смотрите теперь я начинаю вот так внутрь укладывать скручивать и старайтесь скручивать прям плотно 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 скручиваем хорошо все эти всю эту нашу наметочку вот такая посмотрите какая пышная красивая серединка получилась теперь мне нужно вот эту всю скруточку зафиксировать то есть так как мы делаем на скрученной розочке мы внизу теперь вот это все все лепесточки нам нужно прошить зафиксировать вот эту всю скруточку хорошо хорошо вот посмотрите какая красивая вот серединочка получилась и теперь вот эту срединку мне нужно определить куда я ее я ее пришью и вот смотрите что сейчас можно конечно вот эту срединку вот так прям прямо пришить тогда будет цветочек в конце концов который уже раскрылся ну и как бы смотрит на нас но я хочу его немножко вроде как бы развернуть и поэтому я вот так вот его постараюсь сейчас пришить так ну пришить надо со всех сторон то есть я хочу развернуть мой цветочек вернее мою серединочку что вроде как он уже начинает поворачивать куда-то в сторону свою головочку наклонился так так я наверное вот так еще подниму вот эту часть и с этой стороны я тоже сейчас прихвачу мою серединочку так ну а теперь смотрим что мне где подправить надо вот тут вот такая как бы прогалина получается вот ее надо хочется прикрыть а как прикрыть а вот скорее всего что вот этот вот лепесточек я сейчас постараюсь его маленечко как бы от срединки его немножечко как бы он отойдет от серединочки и вот мне надо чтобы он вот эту прогалинку которая образовалась прикрыл да вот так посмотрите вот я подтянула и он как бы этот лепесточек раскрылся и в то же время моя срединка посмотрите она повернулась вот туда вниз вот в ту сторону ну вот вот этот лепесточек уж сильно он такой большой получился поэтому я тоже хочу здесь подправить вот я сейчас опять иголочку сюда выведу и его немножечко немножечко притяну вон не так сильно вот этот лепесток выпирал вот так вот так будет здорово посмотрите все лепесточки теперь все легло на те места на которые нужно вот такой получился ну симпатичный мой на мой взгляд цветочек и теперь я эту ниточку сейчас закреплю еще хочу на что обратить внимание когда мы с вами вышивали вот эту розу то я говорила после того как вот эти три кольца то есть два кольца и плюс серединку мы пришили то мы еще вышивали вот этот крайний ряд четвертый ряд лепесточков то вот в этой розе смысла нет вышивать еще дополнительно какой-то ряд то есть вот пришив только вот эти образовавшиеся кольца из лепестков да и серединку и уже уже всего достаточно уже больше ничего не надо и к этой розочке осталось только добавить конечно зелени листочка тогда она конечно будет смотреться более выразительно что я сейчас и сделаю я приготовила тоже ленточку зеленого цвета и тоже гофрированную и мне вот знаете то я в интернете подсмотрела что сейчас многие мастерицы прямо вот увлеклись вышивкой именно из гофрированной ленточки а я уже давно смотрела у Натальи Разжеваловой она вот именно и научила как сделать такую ленточку но я как-то ну мало применяла вот этот способ и когда я вспомнила про него ну вот с помощью мастериц ВКонтакте то я решила попробовать и я обнаружила что мне оказывается больше нравятся лепесточки вышитые именно гофрированной ленточкой и так почему потому что когда вот уже вышит лепесточек и вот эта вот гофрировка которая вот на ленточке она как бы уже сама создает вот эти прожилки и ленточка укладывается каждый раз по-разному каждый раз как-то она по-разному сворачивается и так я вывела ленточку из-под цветочка ленточку слегка вот такую делаю слегка дугу чтобы у меня лепесточек не был прям прижат к основе и делаю прокол в центр ленточки делаю ленточный стежок и здесь вот теперь смотрю придерживаю пальчиком и формирую лепесточек и посмотрите он как красиво вот за счет гофрировки он прям красиво вот так заворачивается ну рядом сделаю например еще один ленточку расправляю тоже делаю вот такую вот как бы немножко дугу иголочкой помогаю себе а теперь попробую сделать прокол в правую сторону правый край ленточки а теперь аккуратненько аккуратненько придерживаю пальчиками вот мне нужно сформировать вот здесь красивый уголочек красивый конец ленточки вернее лепесточка нашего так и подтягиваем потихонечку то за серединку то за какой-то край и добиваемся вот как раз того уголочка который нас устроит ну вот такая красота получилась конечно мне не совсем нравится что вот он сильно вот так сюда заворачивается ну а для этого вы знаете у нас есть швейная ниточка которая идет в тон ленточки лимона нить то я потом попозже конечно я прихвачу немножко то есть разверну вот эти лепесточки так как нужно мне ну пока больше я ничего здесь не буду вышивать конечно этот рисунок я дополню еще чем-то и зелени добавлю и все но моя цель была сегодня вам показать еще один способ как можно вышить ну вот такую вот замечательную на мой взгляд розочку которая уже хорошо распустилась и вот радует нас своей красотой итак дорогие мои если вам понравился мой мастер-класс то пожалуйста нажмите на пальчик вверху и не забудьте поделиться со своими друзьями в социальных сетях возможно кто-то еще не знает о таком способе и захочет тоже его попробовать оставляйте свои комментарии мне интересно знать понравился ли вам такой способ и оставляйте свои предложения какие еще мастер-классы вы бы хотели посмотреть ну и если вы еще не подписаны на мой канал вы можете сделать это прямо сейчас и мне остается вам только пожелать творческих успехов красивых вышивок до новых встреч на моем канале